Результаты контрольных проб воды изучил представитель Росприроднадзора. Итог такой. Грубых нарушений в большей части случаев нет, но вот документы предприятий никуда не годятся. Почти у всех проблемы с лицензией, оформлением проектов. Те бумаги, что выдавались во время строительства очистных сооружений, уже устарели. Изменились и технологические стандарты. На объектах муниципального водоканала, например, действуют специальные нефтеуловители, исключаются из воды и остатки моющих средств. Все эти стандарты – залог спокойной экологической обстановки. Море должно быть чистым. Состояние экологии у нас должно являться образцом для всей России, для всего мира, если хотите. Мы единственный субтропический город нашей страны. Мы единственный город, куда стремится такое большое количество отдыхающих. Если Краснодарский край принимает 16 миллионов в весь, то Сочи принимает из них 6,5. Качество морской воды во многом определяет выбор курорта. В этом году ее показатели соответствовали всем Санпинам и ГОСТам. Однако есть еще над чем работать у многих предприятий. Проблема еще и в том, что основной собственник того же санатория или пансионата находится в другом регионе. На оформление и пересылку запросов уходит много времени, нарушаются сроки. Мугдин Чермит поручил департаменту городского хозяйства помочь в оформлении документов тем предприятиям, к которым по результатам контрольных проб нет нареканий.